...возвращением. Как там поживает мо... Песень нашлась. Должен признать, я не верил, что она действительно там окажется. Ну-ка, ну-ка. О-о-о... Нет, нет, это никуда не годится. Копия неполная, и годы были к ней суровы. Некоторые части просто невозможно разобрать. А то, что еще можно прочитать... Ну, скажем так... Бардовское искусство проделало большой путь с тех древних времен. Это значит, что я не могу прочесть песнь при дворе. А без нее мне никогда не убедить Элисив в важности праздника сожжения короля Олафа. Если ее не убедить в важности праздника, то она не отменит запрет на сожжение чучела. Это значит, что сожжение короля Олафа, которое коллегия Бардов проводила с незапамятных времен, не состоится. Да пишем? Как-то это неправильно. Полагаю, я могу скопировать авторский стиль на основе того, что тебе удалось найти. Но я понятия не имею, о чем шла речь в утраченных фрагментах. О, Олаф, поработитель, предатель без глаза! Несущий смерть демон, драконоборец король, легенда о тебе лишь ложь, страх и обман. Вероломный захват Нуменекса — обман, что пребудет в веках. Король Олаф — это же Олаф Одноглазый. Он известен тем, что поймал дракона Нуменекса и заточил его в драконем пределе. Что бы нам сказать про то, как это было на самом деле? Ха! Ладно, так и напишем. Не знаю, как уж рассудят при дворе, но я нахожу эту версию гораздо более правдоподобной, чем историю о том, как Олаф сражался с драконом. Олаф захватил власть угрозой и лестью, поставил Фолкрит Винтерхолт остальных на колени. И лишь Солитьют остался верен Скайриму. Месть же Олафа была вдохновенна, молниеносна, чудовищна. Странно. Из истории нам известно, что Солитьют напал на Винтерхолт, а не наоборот. Однако Эсгейр, похоже, утверждает, что Олаф как-то приложил к этому руку. Что бы нам сказать про то, что было на самом деле? Ха, а они все перепутали. Ха-ха-ха, да, я это вписываю. Хорошая строчка, чтобы рассмешить аудиторию при дворе. Здесь несколько последних строк, но именно их нам и нужно было добавить. Я немедленно отправлюсь ко двору и представлю песнь Ярлу. Тебе тоже стоит присутствовать. Ох, 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 ох. Надеюсь, при дворе эта песнь по... Думаю, мой голос в нужном состоянии. Надеюсь, мы все сделали хорошо. Думаю, мой голос в нужном состоянии. Полагаю, ты хочешь не хлопотать о праздновании сожжения короля Олафа. Вы правы, Ярл. Я хочу представить всем песнь о короле Олафе из Эдды. Только сегодня ее обнаружили в гробнице Барда. Да, ты говорил, что сможешь убедить нас в целесообразности проведения празднеств. Но я не ожидала, что найдется утраченная песня о короле Олафе. Продолжай. О, Олаф, поработитель, предатель без глаза. Несущий смерть демон, драконоборец король, Легенда о тебе лишь ложь, страх и обман. Вероломный захват Нуменекса, обман, что пребудет в веках. Здесь не слышали криков и звона мечей. Не сражались вовек человек и дракон. Олаф подвиг великий в тот день совершил. Нуменекс беззащитный во сне был пленен. Олаф захватил власть угрозой и лестью. Поставил Фолкрит, Винтерхолт, остальных на колени. И лишь Солитьют остался верен Скайриму. Месть же Олафа была вдохновенна, молниеносна, чудовищна. Олаф отдал приказ маскировку надеть, Чтобы подло напасть на ночной Солитьют. Не на тех люди Олафа ринулись в бой. В Винтерхолде своих же товарищей бьют. Олаф лжец изворотлив. Умен и хитер. Но ему в Солитьюде готовят костер. Собираются барды на пир каждый год. Короля-проходимца сожжение ждет. Ты убедил меня, Виармо. Это действительно праздник для Солитьюда и честного непобеды над лжекоролем. Тан Брюмен, твоим услугам. От своего имени и от имени коллегии. Более того, я думаю, что эта прекрасная песня достойный повод для пожертвований. Коллегия получит щедрый взнос. Еще раз спасибо. Я позабочусь о том, чтобы поощрили нашего соискателя, который сыграл свою роль в обнаружении песни. Невероятно! Твоя услуга неоценима. Моей благодарности нет предела. Пусть даже и Бритонец. Осталось совсем чуть-чуть. Процедура принятия в коллегию должна проводиться по всем правилам. И мы устроим ее прямо во время праздника. Поговори с Йорном. Он делал чучело короля Олафа. Скажи ему, чтобы возобновил работу. Праздник все-таки состоится. Продолжение следует... А вот и будущий Барт. Тебя послал в Виарму? Я всем скажу, что мы готовы. Но празднование начнем только когда сгустятся сумерки. Приходи, когда стемнеет, и мы начнем праздник. Я декан Людни в коллегии Бардов и частных уроков. Добро пожаловать в Солитюд. Родину искусств Скайрима. А вот и будущий Барт. Продолжение следует... Чебард, тебя послал в Виарму? Здорово. Похоже, ты скоро вольешься в наши ряды. Сожжение короля Олафа будет происходить у здания коллегии. Соберемся там. Говорят, что именно... Благодаря тебе мы сейчас радуемся празднику. Спасибо. Какие красивые огонечки. Конфеты. Возьми свою конфету, короля... Олафа. Возьми праздничный мясной пирог. Особый рецепт. Я же сказал, один бесплатно. Один. Вот твой. Давай, поджигай. Возьми свою конфету. Возьми праздничный мясной пирог. Особый рецепт. Не лезь ко мне с... Мне есть чем гордиться. Мы поем о деяниях королей и королев. Об их политике, да? Но знаешь, кто на самом деле творит историю? Человек, который ее записывает. Прощай, странник. Мясные пироги. Попробуй один бесплатно и приходи за добавкой. Покупайте мясные пироги. Привет тебе, народ. Печта хорошо. Горейкий партнер счастлива присутствует на праздновании сожжения короля Олафа. Этот праздник не состоялся бы, если бы не усердие и самоотверженность нашего последнего соискателя. Поджигая чучело... Мы чествуем всех солдат Солитюда, что доблестно сражаются в нынешней неблагодарной войне. Добро пожаловать, Солитюд. Родину искусств, Скайрима. Пусть песня сопровождает тебя в твоих странствах. Думаю, ты им понравишься. Да, поздравляю. Теперь ты становишься полноправным членом коллегии Бардов. Зная о твоей любви к приключениям, некоторые профессора коллегии могут попросить тебя об услугах. Более того, Элиссев постановила, что сожжение короля Олафа становится еженедельным праздником. И, наконец, вопрос о пожертвовании, которое Элиссев хотела передать тебе через меня. Практика. И еще раз, практика. Хорошо. Продолжай в том же духе. Это все. Думаю, Сангвин был бы доволен нашим праздником. Поздравляю с тем, что тебе удалось вернуть нам праздник. Ларина. Моя безмозглая ученица стащила мою флейту и продала какому-то некроманту. Теперь у меня требуют выкуп. Эта флейта в нашей семье уже 17 поколений. Ну, не стой столбом. Иди, верни мою флейту. Похоже, Ларина наплела ему что-то насчет того, что флейта может заставить мертвых танцевать. Это просто флейта. Очень старая и дорогая флейта, но не более чем. Теперь можешь рассказывать, что знаешь самого одаренного барда в Скайриме. Как хорошо, что тебе удалось спасти наш праздник. Говорят, что именно благодаря тебе мы сейчас радуемся празднику. Спасибо. Как хорошо хоть немного отдохнуть от уборки. Жги короля! Это лучшая партия пряного вина. Я думала, что праздник в этом году отменили. Спасибо. Как хорошо, что тебе удалось убедить Элиссев разрешить праздник. Какие красивые огонечки. Прошлый раз я для разогрева. Какая палитра. Нужно позаботиться о сваре. Попробуй сладости. Я приготовил их специально к празднику. Йорн лучше всех. Тебе обязательно стоит послушать, как он поет. Спасибо большое. Из-за праздника у меня гораздо лучше. Одна бутылка в одни руки. Исключение только для героя, спасшего праздник. Вот, пара бутылочек для тебя. Удачи тебе. Нынче путешествую к Кайриму опасно. Я приготовил их специально к празднику. Что тебе нужно, друг мой? Во всякой всячине тебе всегда... Что в нем хорошего, а? А, да. Добрый день. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...